Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. В гостях у подруги познакомилась с мужчиной. Ранее подруга о нём в одних из разговоров рассказывала, мол, он предпринимал попытки ухаживания к ней, но он ей прям фу-фу, старый, страшный, вообще не её типаж. Когда я увидела его вживую, я прям удивилась, ничего того, о чем рассказывала подруга, и близко не было. Пообщавшись с мужчиной, я поняла, что какая-то искрамисть в нами пробежала, и подруга тоже это заметила. После этого человека как подменили, она начала высказывать своё мнение, мол, он же раньше мне писал, если на тебя переключился, он вообще был влюблён в меня, а теперь тут тебе лучше дует и т.д. Последняя вообще убила, она, будучи на прогулке со мной, начала звонить своей сестре и спрашивать, что же она обо мне сказала, как я ему и т.д. Я просто в дубре была, но видео не подала. Теперь почему-то неприятно, подруга не близкая, но желание общаться прободает, плюс возникла мысль, что у неё прям какая-то идея собственничества. Типа, мне не нужно, ну и другим, ну типа, не дам. Ну и теперь понимаю, что она явно способна говорить обо мне гадости мужчине, как бы ситуации в целом, и с подругой. Смотрите, значит, здесь в принципе два основных момента бросаются в глаза. Первый момент это в целом то, как вы воспринимаете мыши. То есть, по сути мы здесь сталкиваемся с феноменом сватовства. Феномен сватовства это история, к сожалению, про то, когда люди знакомятся друг с другом, что называется акцентированно. То есть, не потому что они вот сами познакомились и их связывает что-то общее, например, а именно потому что вот ситуация так вот сложилась, что ну вот кто-то свёл, да, вот в данном случае подруга, получается, вас свела с этим человеком. Вот, и значит, вы изначально воспринимаете его как будто бы, ну просто как вот мужчину, да, то есть это просто мужчина. При этом я бы сказал, ну, я бы сказал, что мужчина мужчиной, конечно, но если вы воспринимаете его как-то вот изначально, если вы воспринимаете человека как мужчину, но не как личность, да, вот, то здесь могут быть, ну, на мой взгляд, по крайней мере, могут быть серьёзные проблемы, конечно же, вот, и эти проблемы в первую очередь обусловлены именно вот наличием общего между вами, точнее, 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 я бы сказал, отсутствием общего между вами. То есть, именно такая история, что нас мало что связывает, кроме, вот, кроме наличия, ну, сватовства, вот. И, на мой взгляд, это проблема, на мой взгляд, это проблема, потому что получается таким образом, что вы относитесь к себе как к женщине, которая просто ищет, ищет мужчину и всё, вот. На мой взгляд, по отношению к вам, эта позиция далеко не самая лучшая, потому что вы обесцениваете таким образом себя, вы обесцениваете таким образом мужчину, воспринимая его только как мужчину и не выстраивая отношения на личных, так сказать, связях, на связях общего чего-то между вами, вот. Что создает некую такую формализованность в общении и в том числе та искра, которая между вами вроде как пробежала, вот. та искра, которую, которую вы, грубо говоря, описываете, вот эта искра, она, в принципе, вполне может быть, ну, скажем так, следствием просто страсти и всё. То есть, если мы говорим о страсти, да, если мы говорим о страсти именно, то, на мой взгляд, ну, на страсти мало можно куда уехать, да, и мало можно, какие, вот, построить отношения, скажем так, вот, просто потому, ну, просто потому что, просто потому что у людей общего, нет общего немного, ну, вот. Поэтому я бы сказал, я бы сказал, на мой взгляд, что в этом заключается первая проблема. В том, что, в том, как вы относитесь и как вы воспринимаете себя и мужчину, и мужчин, вот. То есть, если вы воспринимаете исключительно себя, вот, в контексте, просто женщину, да, которая ищет мужчину, то это, вот, на мой взгляд, может быть проблемой, вот. И проблемы довольно серьёзные, к сожалению, вот, потому что это очень, как я уже сказал, очень существенно ограничивает, так скажем, радиус вашего взаимодействия с человеком, радиус вашего взаимодействия с мужчиной, и точки соприкосновения тоже в этом плане будут, конечно же, отсутствовать, вот, к моему большому сожалению. Следующий момент, касающийся, касающийся вашей подруги, и здесь, я думаю, можно сказать обязательно, что есть, вот, такое мнение, что женщины не умеют дружить, вот, не то, чтобы я полностью как-то с этим мнением был согласен, вот, я думаю, что всё индивидуально, вот, я думаю, что есть есть женщины, которые могут дружить, которые хотят дружить, вот, есть женщины, которые не могут дружить и которые не хотят дружить, вот. На мой взгляд, в вашем случае получилась как раз такая история, что подруга, ваша подруга, да, оказалась не совсем подругой, то есть она была не подругой вам, судя по тому, что мы можем видеть. Она оказалась человеком, который, ну, к сожалению, за ваш счет, да, решал какие-то вот свои проблемы, какие-то свои трудности, вот, и все, по сути дела, вот. Поэтому я думаю, я думаю, что тут вот такой, к сожалению, присутствует момент, на который нам нужно обратить внимание, ваше внимание, нужно на это обратить, вот. И, соответственно, не очень понимаю, если вам неприятно, ну, к примеру, общаться с подругой, да, допустим, то я не очень понимаю, зачем с ней общаться, для чего, вот, то есть, ну, она вам не нравится, она вам неприятно отвечает, она действительно ведет себя как-то вот, ну, не лучшим образом, да, с точки зрения, вот, отношение к вам, и вы как будто бы себя заставляете с ней общаться, вот, я не очень понимаю, зачем, то есть, вот, какая цель у этого, да, ну, не нравится вам человек, ну, не нравится, не нравится, не общаться, чувствуете ли вы, чувствуете ли вы, чувствуете ли вы, что неприятно, да, зачем, зачем общаться-то, вот. То есть, этот момент вызывает, конечно, вопросы, этот момент вызывает вопросы, ну, довольно серьезные, и, в общем и целом, если вы имеете какую-то, ну, привязку, допустим, опять же, к своей подруге, то нужно посмотреть, что это за привязка, вот, нужно посмотреть, с чем она связана, нужно посмотреть, как она образовывается эта привязка, вот, и, соответственно, какую, например, свою проблему, ну, допустим, вы хотите, пытаетесь решать через, допустим, опять же, подругу, вот, потому что есть ощущение, что подруга совсем не подруга вам, вот. Далее, вас это задело, вас задело, вот, то, что она себя так ведет, и есть вот, ну, ну, есть такое ощущение, да, у меня, по крайней мере, есть такое чувство, что вас это задело, именно по той простой причине, что вы не совсем уверены в себя, вот. Могу ошибаться, само собой могу ошибаться, но очевидно, что есть какие-то основания для того, чтобы вы так себя чувствовали. Вот. Вот. Есть, ааа, какие-то основания для того, чтобы вы себя так ощущали, вот. Что это за основания? Сказать сложно сейчас. То есть, то, что основание есть, это факт, вот, то, что у нас это задевает, это тоже, тоже факт, вот. Вот. Но, что именно вас задевает, вот этот момент, эээ, на мой взгляд, эээ, нужно увидеть, вот. Потому что пока, пока что непонятно, вот. Пока что нет такой, эээ, ну, нет информации об этом, нет понимания, ээээ, этого. Понимаете, да? Вот. Вот. И, соответственно, что, вот в этом, в этом аспекте, в этом аспекте я бы и предложил вам двигаться. Вот. То есть, эээ, больше, эээ, больше внимания, эээ, уделяем, больше внимания уделяем, ээээ, и, эээ, меньше внимания, эээ, условно говоря, обращаем, обращаем на, эээ, людей, вот, других, которые, там, плюс-минус, ээээ, как-то реагируют на ваши действия. Вот. Вот, на мой взгляд, ээээ, как, так я бы вам мог ответить, ээээ, сейчас, эээ, с точки зрения психологии и психотерапии. Вот. Ээээ, кроме того, вы спрашиваете, ээээ, как быть, вот, у меня, ээээ, соответственно, ээээ, встречный вопрос, да? Вот. Вот. Как быть, ээээ, чтобы что? То есть, ну, как быть, для чего? Вот. Эээээ, то есть, ну, вы чего-то хотите конкретного в этой ситуации? Вам нужно что-то конкретное в этой ситуации с, ээээ, с мужчиной, например, например. Вот. Вот. Или как. Вот. Давайте. Попробуем на это тоже обратить внимание. Ну и да, конечно, понятно, что в данном случае вы чувствуете разочарованность в человеке. Неприятно, конечно, но очень важно, чтобы вы видели, откуда растут ноги. То есть, если ноги растут из того, что вы как-то обесцениваете себя, каким-то образом вы себя обесцениваете. Это одно, это один момент, если вы как-то себя обесцениваете. И совсем другой момент, если просто вы оказались не готовы к тому, что человек так себя поведёт. Если вы оказались не готовы, то это абсолютно нормально. То есть, я не думаю, что можно по-другому это встретиться. Я не думаю, что есть что-то не нормальное, а нормальное в том, что у вас пропало желание общаться с человеком. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok